Сегодня у нас зачетные новости. Новые данные телескопа Джеймса Веба свидетельствуют о том, что большого взрыва не было. Ба-бам! Давайте насладимся моментом. Новые изображения, полученные космическим телескопом Джеймс Веб, носят раскол среди астрономов и космологов, поскольку они ставят под сомнение то, как на самом деле выглядели ранние дни нашей Вселенной. Это один из многих примеров того, как мы некорректно принимаем теории и убеждения за абсолютную неоспоримую истину, в то время как на самом деле в мире полно неожиданных сюрпризов. Это общая тема всей истории в науке. Постоянно происходят изменения. Например, в 1900 году лорд Кельвин заявил, что все законы уже открыты, в физике больше нет ничего нового. Это может произойти снова, поскольку телескоп Джеймс Веб открывает гораздо более того, что мы знали о его предшественнике телескопа Хаббл. За две недели, прошедшие с момента получения первых изображений и данных с Веба, астрономы сообщили о множестве новых открытий, в том числе об обнаружении множества далеких галактик, ранее никогда не наблюдавшихся. Это галактики, которые мы никогда не видели ранее, поскольку они находились в недосягаемости других обсерваторий, представляют собой более старые звездные образования, которые сформировались в период близкий к предполагаемому событию Большого Взрыва. Как известно, астрономы характеризуют расстояние между галактиками с помощью показателей, известного как красное смещение, которое представляет, насколько свет галактики смещен в сторону красных длин волн. Чем выше красное смещение, тем более удалена от нас галактика. Многие из новых изображений показывают более высокое красное смещение, чем когда-либо ранее, которое показывает, что некоторые из звездных скоплений образовались примерно на 250 миллионов лет ранее Большого Взрыва. Кроме того, оказалось, что далекие галактики имеют более мощную сформированную структуру, чем ожидали ученые. Одно из исследований первого снимка глубокого поля Уэбба обнаружило удивительное количество далеких галактик, имеющих форму диска. Используя Хаббл, астрономы пришли к логическому вроде выводу, что далекие галактики имеют более неправильную форму, чем близлежащие. И это полностью соответствовало теории Большого Взрыва. Ведь самые далекие галактики мы видим еще в стадии формирования, якобы. Но новые изображения Уэбба скорее опровергнули эту теорию, чем подтверждают. Эрик Джордж Леннер, президент, главный научный сотрудник компании LPP Fusion, который много работал с лабораторией реактивного движения НАСА, объясняет. Для тех, кто их видит, новые снимки космоса, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба, вызывают благовейный трепет. Но для большинства профи-астрономов и космологов они крайне удивительны. На них совсем не то, что предсказывала теория. В потоке технических астрономических статей, опубликованных в интернете после 12 июля, авторы снова и снова сообщают, что на снимках видно удивительно много галактик. Галактик удивительно ровных, удивительно маленьких и удивительно старых. Мы получили много сюрпризов и не очень приятных. Название одной из статей вообще начинается с откровенного восклицания паника. Почему изображение вызывает панику среди космологов и предсказание какой теории они противоречат? На самом деле в этих статьях напрямую ничего не говорится. А правда, которую не сообщают эти статьи, заключается в том, что гипотеза, которая вопиющая и многократно противоречит изображению, это фундаментальная гипотеза Большого Взрыва, согласно которой Вселенная начала 14 миллиардов лет назад, с невероятно горячим, плотным состоянием и с тех пор расширяется. Поскольку эта гипотеза десятилетиями отстаивалась и поддерживалась подавляющим большинством теоретиков космологии, как неоспоримая истина, то те новые данные вызывают у них теоретическую панику. Сейчас 3 часа ночи, но я не могу уснуть, написал Элисон Кирпатрик, астроном из Канзасского университета в Лоренце. Мне не дают мысль, а не ошибаюсь ли я во всем нормально? Любопытно было обнаружить, что многие в этой области не принимают теорию Большого Взрыва как правоподобное объяснение сотворения мира. Несмотря на достаточное количество скептиков, большую часть граждан учат и поощряют принимать Большой Взрыв как абсолютно верное объяснение. Не так уж сложно объяснить, почему эти слишком маленькие, слишком ровные, слишком старые и слишком многочисленные галактики совершенно необъяснимы с теорией Большого Взрыва. Начнем со слишком маленьких. Если Вселенная расширяется, то должна существовать одна старая оптическая иллюзия. Галактики или любые другие объекты в расширяющемся пространстве не выглядят все меньше и меньше с увеличением расстояния. После определенного момента они начинают казаться все больше и больше. Это происходит потому, что свету надо время, чтобы добраться до нас. И в итоге мы видим свет от объекта, который за это время стал намного дальше от нас. Это резко контрастирует с обычным нерасширяющимся пространством, где объекты выглядят меньше и пропорционально расстояния для них. Другими словами, галактики, которые показывают фелескоп, имеют тот же размер, что и галактики вблизи нас. Если предположить, что Вселенная не расширяется, на красное смещение пропорционально расстоянию, все меньше и меньше, это именно то, что показывает изображение. Даже галактики с большей светимостью и массой, чем наша собственная галактика Медлечный путь, на этих снимках оказываются в 2-3 раза меньше, чем на аналогичных снимках, получившихся с помощью телескопа Хаббла. И это новые галактики имеют красное смещение, которое также в 2-3 раза больше. Это совсем не то, что ожидается при расширении Вселенной, но это именно то, о чем я и мой коллега Рикардо Скарпа предсказали на основе расширяющейся Вселенной, в которой красное смещение пропорционально расстоянию. Начиная с 2014 года мы уже опубликовали результаты, основанные на снимках, которые показали, что галактики с красным смещением вплоть до 5-ти соответствуют ожиданиям не расширяющегося, а обычного пространства. Почему мы были уверены, что телескоп покажет то же самое, что он уже и сделал для галактик с красным смещением вплоть до 12-ти? Другими словами, галактики, которые показывают телескопы, имеют тот же размер, что и галактики вблизи нас. Если считать, что Вселенная не расширяется, красное смещение пропорционально расстоянию. Но с точки зрения гипотезы Большого взрыва, расширяющейся Вселенной, эти далекие галактики должны быть, по своей сути, чрезвычайно крошечными, чтобы компенсировать гипотетическую и оптическую иллюзию. Неправдоподобно крошечными. Одна из галактик, названная в статье GHZ-2, светится гораздо ярче млечного пути, но по расчетам ее радиус составляет всего 300 световых лет, 150 раз меньше радиуса нашего млечного пути. Ну и так далее. Что означает примерно эта статья, эти данные, эти показания? Это факты, которые люди щерпают с помощью средств наблюдения, с помощью приборов. Если не врать, то вылазит на поверхность правда, что никакого Большого взрыва технически нет. Оснований узреть где-то последствия Большого взрыва технически нет. Это означает, что вся вот эта когорта космологов и физиков, это врунишки, лгунишки. Они нам рассказывали сказку про Большой взрыв, который технически невозможен изначально. Мы подробно рассказывали, почему Большой взрыв не может быть технически. Потому что невозможно искривление пространства. У пространства нет той штуки, которую можно искривить. Поэтому всякий лепет о том, что пространство может расширяться, это сказки двоечников, идиотиков таких, глупышей, некомпетентных чуд. Это дезинформация глобальная, которая продолжается уже десятилетия. Сейчас наши дети изучают в школе Большой взрыв. Его занесли в этот учебник к астрономии, как достоверную информацию, то есть обман. Ну, представьте, группа доверчивых ученых, включая там фракцию идиотов, фиарили эту теорию Большого взрыва. Сейчас они будут вынуждены постепенно, через сколько-то лет признать, что не было Большого взрыва. А дети должны страдать вот из-за этой ерунды. Далее. Все вот эти лживые диссертации, лживые научные статьи, распиаренный продукт, он распространен везде. По всему интернету, по всему печатному полю и так далее. Жулики разносят свои лекции. Где вы их видели? Вы их видели в лучших вузах страны, в том же МГУ. Куда вот эти лжеглашота и лжиученые разносят их по головам студентов. Все уверены на детском уровне, что был Большой взрыв. А это Большая дезинформация. Мы об этом рассказываем уже много лет. Стабильно, да? То есть, именно наша информация подтверждается уже такими средствами контроля. Мы показывали, почему Большого взрыва нет в научном смысле, в теоретической части и так далее. По научным основаниям. Сейчас они уже по фактологии начинают соображать эти глупыши, что Большого взрыва нет. Можете макать всех этих горях космологов, теоретиков, поповых, сурдиных, виби, кто там еще есть, собрался в кучку. Всех их носиком макать. Показывать, что Большого взрыва нет и что они реально шарлатаны. Пусть они возвращаются в русло адекватной науки и прекращают вещать глупость. Разбегаются с челомозень, стукаются, каются и вещают благую вещь. Большого взрыва не было. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Мы единственный на нашей планете источник достоверной информации. Вот чтобы так полностью достоверно, на нашей планете нет. Мы единственные, кто вам это говорит. Вся информация на нашем канале очень важна. Помогайте распространению, делайте что-то. Иначе эти товарищи полностью оболванят дальнейшее наше поколение и заведут цивилизацию в интеллектуальный тупик. Дела уже, ну реально, планету захватили дуры, вот реально. На всех уровнях, во всех академиях наук вот эта гнойная жижа информационная распространяется. Это обман со всех официальных источников. Мы платим денежки на финансирование лжеинструментов, лженаучных. Академии наук недостоверную информацию несут. Они везде захватили власть. С этим надо как-то бороться. Подключайтесь, помогайте, распространяйте. Мы должны остановить этот поток дезинформации и привести информационный поток к достоверному состоянию. С вами был Виктор Катюшек, телеканал Научный Трибунал.